Друзья, всем привет! Наверняка вы уже ознакомились с интервью итальянской прессе нашего главы офиса президента, с Тенционным Станусом. Никто и звать его не так, но при этом у нас управляет страной, а сказано, что на такие границы мы должны выйти, и как будет завершена война, не имея на этом никаких полномочий. Но самое удивительное в том, что глава офиса президента, генеральный журналист, что выход на границы 91-го года, выход на границы 22-го года, в то время, когда Украина за три дня потеряла 8 селок на территории Украины в Донбассе. Происходит просто феноменальное, в кавычках, с негативным окрасом, я это оцениваю, движение российских поисков на территорию Украины. Немецкие аналитики оценивают в 2-5 километров в день. Таких скоростей движения в территории Украины, захвата территории не умывало, но у наших руководителей все прекрасно. Мы до сих пор обсуждаем то, что мирная формула, мы ее послушаем в ноябре, нам не дадут формулу китайцев, нам будет формулу возникноваться, мы ее изучим и потом будем принимать решение. Вот сложится такая ситуация, что слушать китайскую формулу мира и российскую формулу мира, величайшую среду современности будет украина, если с такими же скоростями будет продвинуться российская армия Путия. Да и вообще складывается у меня личном годе, я не отмечу и нет. Но они заинтересованы в том, чтобы до момента, когда пройдет выбор в Союзахстанах Америки, определиться новый президент, хотя бы хоть кто-то начнет предпринимать усилиями по завершению войны, вот до этого момента отдать как можно больше органичества в украинской территории Руссии. Потому что и глава УФР, и величайший в виде в современности, в моем мнении, относятся к жителям Востока и Юго-Украины как к личнему краю. Это те люди, которые мешают им строить наш украинский рейд. Они говорят не на том языке, читают не тех писателей, борются они за эти памятники. Что они вообще не могут, скорее всего, голосовать за величайшего листа. Поэтому чем меньше это останется в территории Украины, тем будет тур. Похоть-то на территории всей Украины предпринималось уже Петровой Алексеевичем Порошебовым. Свою медалу этот выбор получил, но хотя бы не было вот такой кровопролитной войны. Она была, но в каких-то ограниченных территориях. Сейчас российская угроза, сегодня это Донбасс, завтра это будет Днепропетровская область. Но мне кажется, что действуют наши руководители так, чтобы остаться ведьмом и писарем. Безграничная власть с бусиками, с праведными языковой, правильными памятниками на очень ограниченные территории. И их это вполне устроит. Вот о чем сегодня заявляют европейские власти. Если вы делаете, то у вас вопрос. А как же так будет? В Украине мы теряем 8 сел за 3 дня, а в европейских прессе у нас все хорошо. Паренмога, границы, 91-й год, 2022-й. Как это получается? А все очень просто. Телемоборфон транслируется точно так же и на Западный Европу, на Штаты. Они же видят все на основании официальных источников. На основании заявлений демократических медиа, так называемых. То есть в сороклях, а они у нас в деснах с офисом президента. Искребленная реальность, которая в Европе приводит к тому, что сегодня в Украине гибнут тысячи людей ежедневно. И тысячи остаются без крови. Напомню, что их решили денег, как временно перемещенных, если еще в марте 2023 года. А собранные деньги сегодня пытаются всем, ну такие, которые набрали в УПО, но не бабу, упразить их нельзя, поэтому давайте мы их по тысяче раз дали. Еще один знак любви величайшего лигера современности к своему народу. Пока.